Субтитры делал DimaTorzok Такой мощной и сильной акации Я уже давно не помню В самом пике цветения В принципе я опоздал на один день Надо было уехать с 8 килограмм Но понесли бы они Эти же 8 килограмм Если они здесь давали Бабушка надула сказала Потому что после пиковых дней Пчелы несут где-то в полтора раза меньше Потому что, как я рассказывал Им не хватает перерабочек Когда ездишь на легковой Вроде бы и все нормально Вот этих веток не замечаешь Вчера приехали на пасеку Оказалось разбито стекло В комнате для откачки Вероятнее всего Самортизировала какая-то ветка Цепляющаяся за крышу прицепа И разбилось стекло Так что все эти переезды не так все просто Вроде бы ездили и в прошлом году И позапрошлом не цеплялись Вероятнее всего От влаги деревья набрали Листы капитально И висят над дорогой склонившись Вот здесь наверное зацепило А может старые уже деревья понаклонились Так что не все проходит бесследно Температура была вчера в городе 22 А за городом 16 Вот это и разница в развитии цветения акации Первый выезд за город Поставить весовой улей Настроить Яковлевичу Начальнику службы безопасности Газовый баллон поставить Печку, в общем сделать кухню Привыкать к повседневной жизни за городом Вот такая акация за городом Мраморного цвета Как раз в самом Пике цветения Ну тут и дует ветерок Прохладнее Но уже в общем-то прогрелось все Это не конец Апреля Вот такие красавицы У нас акация Идет облет Поставил веса Но дует сильный ветерок Облачно-пасмурно Температура 21 градус тепла Как говорит, что будет, то будет И вот эту семью, которую мы с вами перебирали Как говорится, первый пошел Надо ставить ей четвертый корпус Акация в самом пике своего цветения А как она пахнет красиво Ветерок дует, акация не сыпется Ну правильно Четвертый день, видно цветение в самом соку Разбили автомобильное стекло Похоже вон воткнулась ветка В алюминий Сыграла и разгвоздила стекло Пчела работает Акация цветет Процесс пошел Поставил четвертый корпус В разрез Пусть разбирается Такая красивая акация Вот как раз в самом Пике цветения Но потихоньку начинает сыпаться Но тут ветра дуются, типо сильные Есть и такое состояние акация Но ветер трепет ее сильно Все-таки 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 Ветра достают Вот такие посадки Белой акации Ну это уже Подсохшие Им уже лет по 40 А то и по 50 9-12 килограмм 20-30 лет назад Они выдавали Лечение прошло удачно Четвертый корпус спасали Вторым в разрез Через два часа Пчела ушла Цветет Красивая травка Называемая у нас мышиным горошком Ее много Но главное, чтобы ее не было на полях Потому что Сейчас ездил, смотрел поля Уже пшеничку чем-то травят С больших бочек При сильнейшем ветре Взяток идет 700 грамм в час Это где-то в районе 7-8 килограмм Набрали силу Узбекские двойные пакеты Несет 400 грамм в час Но это на 4-4,5 килограмма Вон какой ветер Треплет деревья И еще пчела мед носит Вот так Пасека встала на качевку На белую акацию Как-то сиротливо смотрится двор И такой большой Порядка наводить Ужас сколько Ящики стоят Пчелки летают Оставшиеся, которые Труженицы не вернулись С полей Вечером Сушивать 400 рамок Или перетапливать Или кому-нибудь сплавить их А можешь, как говорится, отмыть Мы раньше отмывали с деда Леха лет 20 назад Вымачивали, отмывали Хорошая сушь была А вот в этих корпусах Сколько их тут Раз, два, три, четыре, пять 22 корпуса Меда стоит подсолнечного Который не использован Потому что Привезли на 20 дней позже Есть Некому было Семьи не развились Вот он стоит Что с ним делать Пока не знаю Ну сейчас оказывается откачаю Отвезу на пасеку Пусть, как говорится, едят Развиваются Потому что С пшеницы И с пахоты Ничего не принесешь Ну а здесь надо наводить порядок Делов не в проворот